Повеяло предстоящими выборами. Ивановскую область в четверг посетил Игорь Зотов, депутат Государственной Думы, председатель Российской партии пенсионеров за справедливость. Всего по стране функционирует 65 региональных отделений этой политической силы. Иванова в их числе. Да, мы будем участвовать на выборах. Будем стараться участвовать на выборах всех уровней. То есть не отбрасывая, как некоторые партии, муниципальные выборы. Будем стараться доходить до каждого избирателя. Партия позиционирует себя как партия будущего. Если не воевать за свою пенсию сегодня, то потом будет поздно. Игорь Зотов уже не один год работает над созданием пенсионного кодекса. И над тем, чтобы пенсионные начисления были понятны и прозрачны для каждого получателя. Вот ты приходишь, если ты что-то не заявил, какие-то документы не показал, тебе пенсию начислить по минималке. А вчера звонила женщина, она инвалид, у нее 22 года стаж трудовой, у нее пенсия 6700 рублей. Вот мы с этой проблемой будем разбираться. Помимо дел пенсионных, партийцы помогают населению разобраться в вопросах ЖКХ. Шквал звонков в приемную связан с оплатой капремонта. Ивановцы не хотят платить за неоказанные услуги. Наши юристы, юристы благотворительного фонда и юристы партии, проанализировав эту ситуацию, не рекомендуют жителям города Ивановой области оплачивать сейчас эти квитанции до того момента, пока руководство этого фонда не заключит официальный договор с каждым из жителей нашего региона. Объясню почему. Мы боимся, что эти деньги сейчас попросту уйдут в никуда. Из воздуха делают деньги, эти вот, живи как хочешь, ЖКХ, да, и борьба с ними должна быть жесткая. Эти управляющие компании, мы знаем, в основном там в обшоры, там уезжают, кидают, я про российский опыт говорю. Вывозят деньги. Визит депутата Госдумы связан с открытием региональной приемной партии пенсионеров за справедливость в Иванове. Всем нуждающимся жителям региона партийцы обещают бесплатную юридическую консультацию по вопросам пенсионных начислений и ЖКХ.